Господи, Сил, с нами будет, и договор разве Тебе, помощником скорбых нерима мы, Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня праздник обрезания Господня. Ветхий Завет. Господь с Авраамом заключает договор, в котором Авраам избирается из всего народа, и из него Господь создает избранный народ. Причем именно создает. То есть Бог из бесплодного, старого, очень старого человека, Авраама и его супруги Сары, создает народ посредством дарования сверхъестественного, нарушения природы, естества сына Исаака. И Завет подтверждается таким священнодействием, когда всякий младенец мужеского пола для того, чтобы быть принятым в народ избранный, должен пройти определенное посвящение. И на восьмой день над младенцем совершали обряд обрезания. Господь Иисус Христос, Создатель этого мира, Творец Человека, Человек, на котором не было греха, Тот, который Аврааму даровал Исаака, он, ну, по сути, не нуждался ни в каких человеческих обрядах, потому что, ну, ему не требовалось ни очищения, ни каких-то специальных омытий водой в крещении. Но для того, чтобы дать пример, что он пришел исполнить закон, он подчиняется по своему смирению и тем законам, которые он когда-то установил в договоре с Авраамом. Для того, чтобы научить нас этому послушанию. А с другой стороны, все ветхозаветное в священно-действии является определенными образами. И образ обрезания в переносе на Новый Завет, на новый договор с Богом, он является собой определенное священно-действие, через которое человек входит в избранный народ. И это прообразует крещение. Таинство крещения — то, через что человек становится новым человеком, новой тварью. Он обретает то, что у него никогда не было, и никаким образом иным, кроме как рождением от воды и Святого Духа, он не мог бы это приобрести. Залог вечной жизни, вечной жизни в Небесном Царстве. Кто не родится от воды и Святого Духа, тот не войдет в Царство Небесное. Поэтому люди, когда задают вопрос, а надо ли креститься? А вот человек крещеный, а вот некрещеный. Вот он добрый, но некрещеный. Но дело хорошее, когда человек добрый. Но этого недостаточно для того, чтобы стать наследником Небесного Царства. Для того, чтобы одухотвориться, оживотвориться, необходимо таинство сверхъестественное, когда Дух Святый совершает над человеческой природой преображение, когда в Таинстве Крещения через физическое вещество, через воду, через священное масло, через руки священника, через молитвы Церкви происходят вещи сверхъестественные. Бог бестелесный, Дух соединяется с человеческой телесностью, и человеческая душа оживает. Без крещения это невозможно. Без крещения невозможно человеку стать в полной мере наследником тех благ, которые Господь уготовал любящим Его. Другая тема, что одного крещения для этого недостаточно. Недостаточно просто креститься и успокоиться. Ну вот, как ты в Бога веришь, да, я крещенный. А чем ты свою веру докажешь? Докажи мне свою веру, покажи веру своей жизни. Потому что крещенным был Гитлер, крещенным был Сталин. Ну и дальше можно, как бы этот список, вообще в аду очень много крещенных людей. И очень много. Самого крещения недостаточно. Необходима жизнь, соответствующая Евангелию, соответствующая крещению. Жизнь по умножению тех даров и сохранению и умножению тех даров, которые Господь дает человеку. Сегодня день исполнения нашим Господом своих законов. День примера, день пустушания. Ну и день, в который можно вспомнить свое начало отношений с Богом, свое духовное рождение, начало новой жизни, нового завета. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!